Песня «Варенички» новая в репертуаре ансамбля. На публике впервые они ее исполнят сегодня на праздничном концерте. Вообще в арсенале коллектива более 400 романцев, баллад, частушек. Песни исторические, военно-походные, лирические, плесовые, патриотические. За 25 лет существования творческая копилка успела наполниться яркими и самобытными произведениями, которые раскрывают красоту народной культуры. Все это время несменным руководителем ансамбля была и есть Антонина Михайловна Папандопула. В коллективе ее ласково называют «Мама». Коллектив создали мы в 1991 году. Сначала нас было как-то три человека. Вот такие энтузиастки, которые мы еще с самой молодости пели, выступали. А потом, когда я пришла работать в Дом культуры, как-то захотелось что-то русское, что-то народное, что-то такое. И мы организовали еще шесть человек. На сегодняшний день в ансамбле 15 человек, включая аккомпаниатора. Слово сказать, Константин Александрович идет одной творческой дорогой с рябинушкой с самого ее основания. Главный секрет их сплоченности – понимание, считает он. Люди менялись, но основной костяк остался. 25 лет – это большой срок. Мы вместе вырастили детей, мы дождались внуков, мы посидели друг у друга на глазах. Любимый коллектив, родные люди, мы вместе сжились, срослись. Это один большой организм, по большому счету, это один организм, который друг друга должен понимать, слышать, чувствовать. Все репетиции ансамбля проходят в Доме культуры села Витязева. Два, а то и три раза в неделю здесь начинается настоящее песенное раздолье. Каждое музыкальное произведение тщательно разбирают, выделяя голоса, партии. Недаром рябинушка – лауреат многих фестивалей и конкурсов. У нас коллектив очень хороший, такой стабильный, такой работящий, такие девочки умные, влились все, с высшим образованием много, грамотных, позитивных, которые оставляют все домашние дела, а идут именно сюда. Здесь они отдыхают, здесь они общаются, здесь они познают что-то новое. Рябинушка поднимает зрителям настроение на многих праздничных концертах, насыщает национальным колоритом городские мероприятия. Гордость коллектива, костюмы – у каждого свое предназначение. Красные – для патриотических мероприятий, тиреневые – для весенних праздников. Вообще, этот элемент их творческого реквизита стал знаковым для коллектива, ведь имя свое ансамбль получил благодаря ему. На самых первых концертных платьях была изображена та самая рябина, ставшая впоследствии названием.